Ну, поэтапно мы стали выходить из таких карантинов и открывать плановую помощь нашим пациентам с 28 мая. 28 мая была у нас открыта запись к узким специалистам и участковым педиатрам. Именно только для хронических больных, те, которые требовали коррекцию лечения. Запись велась предварительно с приглашения самих специалистов. То есть они приглашались у нас по телефону. Потом с 4 июня мы открыли вакцинацию. Вакцинация тоже открывалась поэтапно. Вначале приглашались неорганизованные дети первого года жизни. С 15 июня дети старше года. А уже в июле месяце с 8 мы открыли вакцинацию для организованных детей. То есть это детей детских садов. Хочу сказать, что с 13 июля у нас на портале нашей сайта клинической больницы возобновилась предварительная электронная запись и на вакцинацию детских садов, и открылась запись к некоторым специалистам. Поэтому пациенты наши, которые давно ожидали, хотели, они имеют теперь эту возможность записаться. Хочу сразу оговориться, что работаем мы сейчас на 50% для того, чтобы соблюдать те требования, которые нам предписаны. Именно по сохранению вот этой дистанции между пациентами. Это требует, конечно, от нас и условия, в которых мы еще до сих пор находимся. То есть сохраняются риски заражения коронавирусной инфекцией. О том, какую нужно вакцину сделать ребенку, это он может узнать через медсестру из своего детского сада. Она ему сообщает, что на такой-то период уже подошло время делать прививку, выдают необходимые документы для этого, заполняется согласие на вакцинацию. И дополнительно, еще к этому, заполняется анкета и информированное согласие, которое дополнено теми пунктами, которые требуют сейчас наши условия по коронавирусной инфекции. О том, что пациенты предупреждены, что они приходят в медицинскую организацию и существует риск заражения, в том числе и у нас. О том, что в этот период, когда проводится вакцинация, мы не можем предугадать, как скажется на организме ребенка, если он, не дай бог, заболеет коронавирусной инфекцией. И для вакцинации наших детей у нас сейчас организована такая, так называемая, чистая зона. Это отдельный блок, который работает там, бригада, специально выделенные врачи, медсестра. Медсестра на входе осуществляет фильтр, то есть она строго следит по этой предварительной записи, кто приходит, измеряет температуру, проверяет заполнение анкеты и согласия на прививку, обрабатываются руки. И пациенты наши входят через отдельный вход, то есть они не проходят через всю поликлинику. Об этом предупреждают всегда, что вход со стороны банка, это если мы берем детскую поликлинику на Курчатово, они проходят по боковой лестнице, поднимаются на второй этаж и попадают сразу же к прививочному кабинету. Детей до года. Пока у нас были вот эти все карантинные мероприятия, мы наблюдали на дому. То есть у нас врачи и медсестры осуществляли патронажи. Сейчас официально медицинские профилактические осмотры наших детей еще не открыты. То есть у нас пока в приказе на открытие этих медосмотров нет. Поэтому, к сожалению, организовать медосмотр на данный момент мы еще не можем. Когда откроем, сказать тоже сложно. К нам приходят приказы с Министерства здравоохранения Жакородской области. И в соответствии уже с этими приказами мы создаем здесь внутренний приказ. Также я хочу сказать, что мы начали оформлять медицинские документы для поступления в детские сады. Но, сразу оговорюсь, эти документы оформляются по предыдущим медицинским профилактическим осмотрам. То есть тот медосмотр, который ранее ребенок проходил, на основании его мы оформляем документы. Поэтому тоже никакой отдельный медосмотр перед детским садом сейчас на данный момент не организован. Но здесь обязательно осмотр педиатра, сдача анализа. Да, для того, чтобы соблюдать все эти необходимые меры для снижения рисков заражения, мы очень просим приходить в детскую поликлинику в сопровождении одного взрослого. И обязательно в масках, желательно в перчатках. Нет, вакцинация, она так же, все по плану она будет. Вакцину мы ожидаем. Были года, когда мы даже уже в августе начинали вакцинировать, с конца августа. Поэтому я думаю, что вот эта работа, она так же по плану и пройдет. Да, для этого у нас создана специальная бригада из врачей, медицинских сестер. Медсестры осуществляют забор анализов, как москов, так и анализы, это общая биохимия. А врачи-педиатры, которые работают в этой бригаде, они наблюдают. Если есть показания, то есть если вы сейчас попадаете на прием к участковому педиатру или к узкому специалисту, и необходимо будет провести это обследование, то непосредственно этот специалист и запишет ребенка либо на инструментальное обследование, либо лабораторное. Пока сложно сделать какие-то прогнозы, потому что, к сожалению, обстановка у нас в городе не совсем благополучная. Каждый день регистрируются новые случаи заболевания, как у детей, так и у взрослых. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова